Всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами снова я, Black's Infinity. Сегодня мы с вами будем смотреть, как бы обозревать три новых фильма, которые вышли на предыдущей неделе. Это My Opinion. Погнали! А начать я хочу с такого фильма, который называется Пятая Волна. Это на... Ну что, что я могу рассказать об этом фильме? В общем-то, на самом деле, почти что ничего. Очень плохой фильм, очень ужасный, мне не понравился. И почему мне не понравился? Во-первых, я ждал какой-то фантастики. Ну, как обычно, я чего-то жду в 2016 году. Вот. Ждал какой-то фантастики про инопланетян, вторжения. По-необычному, которое будет нам предоставлено, преподнесено. Но мне опять выдали любовь. Как бы любовь, да, как бы в 2016-2015, это актуально очень. Выдают мне сумерки с инопланетянами. То есть, очень весело, когда происходит какой-то там бред. Какой-то там эти инопланетяне почему-то не могут использовать свою голову, чтобы решать какие-то проблемы. Они идут вообще на совершенно глупые идеи, которые, я не знаю, но я просто с фейспалмом был. Потом еще смеялся, потому что там инопланетянин был. Ну, я не буду спойлерить. Я даже не знаю. Или спойлер, или не спойлер. Ну, короче, он влюбился в девушку и предал своих. То есть, у него была программа в мозгу, то, что он вселился, ну, как бы, внутрь человечества, да. И там с ними прожил. А потом прилетел этот космолет, и у него раз программа сработала, что он должен всех убить. И он увидел главную героиню и влюбился в нее. И все, программа слил. То есть, что? Я еще хочу, это как бы, процитировать цитату этого одного из генералов. Он такой, типа, говорит. Наша разведка донесла, что они готовы сделать пятую волну. Боже. Какая разведка? Какая разведка? Я понимаю, что там потом по сюжету кое-что будет. Что все равно это объяснит эту фразу. Но все равно какая разведка, черт возьми. Какая разведка есть у людей против инопланетян. Объясните мне. Объясните мне, кто так будет говорить. Никто. Кто? Вот. Что? Ну, как бы, я не знаю. Вот, пришел на легенду, посмотрел на любовь, да, фильм. Пришел на Багровый пик, снова любовь. Весело. Вот, пришел на пятую волну, еще больше любви. Офигенно. То есть, любовь, она повсюду. Вот. И просто... Ну, я не знаю, полный бред. Еще спецэффекты дешевенькие. В общем-то, как-то так. Да и фильм кажется очень затянутым. Хотя, начало, начало, начало было норм. Начало, вот, действительно, было норм. И все очень хорошо объясняли. Но потом все превратилось в сумерки с клише фантастических фильмов, с безобразными диалогами, с дешевой графикой, с безобразными персонажами и еще намеком на продолжение. Нет уж, спасибо. В пятой волне я оставлю 4 из 10 и хочу забыть про этот кошмар. Мы получили кадры неопознанного объекта, пролетающего мимо Марса. Затем он находился на орбите нашей планеты. А теперь завис над землей. Мы назвали их иные. Следующий фильм на повестке дня это Игра на понижение. На самом деле, Игра на понижение оказался довольно-таки хорошим фильмом. Я чего-то большого от него не ждал, на самом деле, но вот Адам Маккей смог сделать пятницу мою, предыдущую, очень хорошим днем. Адам Маккей, если вы не знали, писал сценарий к фильму Человек-муравей. Поэтому его даже номинировали за лучший сценарий, я насколько знаю, на Оскар. Поэтому его Марвел не оставит. Он будет сценарировать Человек-муравей и Оса, поэтому ждем тоже шик, шик и блеск, вторую часть Муравья. Вот, ну а про Игру понижения, что могу сказать? Очень хороший фильм про экономический кризис примерно 2007-2008 года, который идет и не в медленном, и не в быстром темпе, таком нормальном темпе, и который, в общем-то, пытается нам что-то донести эту историю. Но он ее как бы сам доносит, ну вот так вот, с мелких подробностей, если по сюжету. Но там, если вот вроде бы в начале, да, там вот и вот это вот, все слова, они объясняются благодаря камеом разных звезд. Например, мне очень понравилось камео Марго Робби. Не буду спойлерить какого, у вас еще есть несколько дней, чтобы сходить на этот фильмец. Очень там Марго Робби, вот так вот, ради нее тоже стоит сходить. И там еще Селена Гомес была тоже, которая объясняла. Но вот, вот знаете, как было? Начало, вроде бы ты все понимаешь, тебя все объясняют, да? А под конец ты как-то уже запутываешься вот в этих всех терминах и так далее и тому подобное. И что происходит? То есть концовку, ты вот, ну, ты понимаешь вроде бы концовку, но ее вот так вот. То есть ты ее усваиваешь, но не понимаешь, а почему так, а почему не так, в общем-то. И как-то так, все же было в начале по-другому, они же все хотели этого, а потом получилось, что они не хотели. Вот, в общем-то, но это, но зато объясняет экономический кризис 2007-2008 года, потому что, ну, это некая документалочка. И снята она как документалочка, то есть там операторская работа такая интересненькая была. Мне понравилось, как там камера вот эта трясется и так далее и тому подобное. И вот еще про актеров. Кристиан Бейл вообще сыграл роль не похожую на других. Он там, знаете, таким был немножко, ну, психоватым чузиком. Вот как-то так, вот он очень хорошо сыграл. Еще там был Стив Карл, тоже главный герой, то есть один из главных героев. Потому что вот Стив Карл, наверное, вот самый главный герой всего этого фильма, это был Стив Карл. Потому что его я больше всего запомнил из этого фильма. Потом идет Кристиан Бейл, потом идет Райан Гослинг и в конце сам Брэд Питт. Брэд Питт играет, наверное, более второстепенную роль. Ну вот, они все очень хорошо справились, все сыграли разные роли. Ну вот только Райан Гослинг мне почему-то напоминал из Драйва, чувака. Такое чувство, что, ну, потому что его мало было как-то, сыграть по-другому не мог. Но вот Стив Карл и Райан Гослинг, они сыграли абсолютно разных персонажей. До этого я вот таких не видел, то есть вот как-то так. И саундтреки там были вот действительно шикарно подобраны. И вот я помню саундтрек, когда они в Лас-Вегас приезжают, Призер Копера, Увертюра из мюзикла Призер Копера. Просто прям в тему было. И вообще, все очень красочно постановлено. И все вот это сбалансировано как-то. В один момент и все серьезно, в один момент и комично, комедийно. То есть, и вот это вот все очень хорошо переплетается. Но как-то история не очень тянет. То есть, ну, как бы Стив Джобс, он более захватывал, как и Крит. Вот. А здесь как бы из-за того, что, ну, все сложно вот так вот под конец становится. Но я понимаю, да, что там и вроде бы нам объясняют. Но все же ты не все успеваешь заглатывать. Поэтому концовку вроде бы и понимаешь, а вроде бы нет. Почему вот они вот так вот поступили. Ну, в общем-то, это действительно хороший фильм. Конечно, не лучший фильм. Не лучше Крида или Омерзительной восьмерки. Но он хороший. Посмотреть его стоит, в общем-то, вот. Ради, конечно, актеров и их персонажей. Потому что это очень хорошо. И ради, ну, не скажем сюжета. Это ради картинки и именно повествования. То есть, как это все происходит. Как это повествуется. Вот и ради этого, да. Игре на понижение я ставлю 8 из 10. Бегом в кино. То есть, Майкл Бьюри, который стрижется в дешевой парикмайкерской и не носит ботинок, знает больше, чем Аллен Гринспен? Доктор Майкл Бьюри, да, знает. Ну и последний фильм на повестке дня. Это у нас Джой с Дженнифер Лоуренс в главной роли. На самом деле, все, что я могу сказать про Джой, это то, что фильм у меня, как бы, ну, ничего не ждал от него. То есть, вроде бы сначала услышал, подождал, потом понял, что к чему и не стал ждать. На самом деле, трейлер даже немножко обманывает. Вот это, не знаю, и минус, и плюс, но он обманывает, действительно, обманывает ожидания. Потому что Джой, это вообще очень спокойный фильм, где самое действие происходит в последние несколько минут. Поэтому, начало, вы просто будете сидеть и охреневать вообще, что ты смотришь. То есть, это ничего не понятно будет, потому что, на самом деле, таких историй мы повидали много. Таких мелодрам, так далее и тому подобное. В общем-то, вот. То есть, ну, как бы, история ничем вообще не отличается. И почти, вначале она никак не мотивирует и даже загоняет немножечко в скуку. Но потом, вот, под конец, уже в самом конце, наверное, ты вот, как-то, и она тебя, ну, это же мотивирующее кино, да. И, как бы, оно тебя и начинает то, что мотивировать, ты начинаешь сопереживать за героя, то, что, о, вот он вот такой вот крутой герой, да, Дженнифер Лоуэнс. Ну, а потом понимаешь, что, как бы, ну, это обычная история. Это ничего выдающегося нету, обычно, обычные люди и, вообще, Джой, вы где-нибудь слышали ее имя? То есть, Джой, я не помню, как фамилия, в общем-то. То есть, она изобрела швабру, которая сам отжимается. Я не думаю, что про это еще раз, как бы, вот, про такие истории нужно снимать, потому что, ну, такие фильмы действительно не очень заходят. Вот это видно по мнению Кинопоиска, МДП и, собственно, Кинокритика, потому что, ну, бытовая история, она, как бы, ничем не отличается. Просто посмотреть и забыть, все, как бы. И она даже не очень хорошо мотивирует и вначале очень скучно. Но что я могу отметить, это то, что Дженнифер Лоуэнс, вот что, вот что Дженнифер Лоуэнс, так это она мне, это, наверное, первый фильм, где она мне понравилась. То есть, лицом и актерской игрой, то есть, это первый вот такой вот ее фильм. И она там просто вот вытягивала. Еще там был, конечно, Роберт Де Ниро, который тоже хорошо справлялся с ролью, и Брэдли Купер. Но Брэдли Купера там было мало, но его появление тоже было очень красивым и очень таким прикольным, в общем-то. Ну, вот как-то так, в общем-то. Ну, и фильм, конечно, немножко скучноват и похуже игры на понижение, потому что за переставанием вроде бы и не очень интересно следить, а сюжет до больнальщины тоже предсказуем, потому что, ну, это не какой-то там гениальный сценарный ход, это обычная история такого успешного, так сказать, человека. Вот и все, вот и все, про что фильм. Поэтому я думаю, что если вы не любите такие фильмы, то он вам не понравится. Если просто для интереса и посмотреть на Дженнифер Лоуэнс, то можно сходить. Ну, а так, так, ну, я думаю, не стоит. Лучше, если хотите, дома посмотрите, когда выйдет. А так, ну, не стоит тратить деньги, в общем-то. Ну, а так, я фильм поставлю 7 из 10, потому что, ну, точно не на 6, точно не как Бегущий Лабиринти, потому что Бегущий Лабиринти это полный провал в сценарных ходах, планах и так далее и тому подобное. Здесь хоть сюжет из точки А перебрался в точку Б, и, то есть, он завершенный, потому что в Бегущий Лабиринти он кругами пошел, это все плохо. Но я понимаю, что эти фильмы сравнивать нельзя, просто сравниваю по оценкам, которые я поставил. Вот как-то так. Очень часто люди, привыкнув к хорошему, сильно меняются. Мы добились всего благодаря усердной работе, терпению и смирению. Запомни вот что, не смей думать, что мир тебе что-то должен, потому что это не так. Мир не должен тебе ничего. Ну что ж, вот такие фильмы у меня были на прошлой неделе, которую я посмотрел. На этой неделе я буду смотреть «Девушку из Дании», очень спорный фильм. Я не знаю даже, понравится он мне или нет, потому что там истории про первого трансвестита вроде как. И, конечно же, мультикунг фу Панда 3, потому что предыдущие два были очень хорошие. Первая часть, ну, конечно, вторая часть похуже была первой, но все же, надеюсь, третья часть не будет хуже второй, хотя бы на уровне, потому что, ну, не хочу смотреть на миньонов. Потому что, ну, шутки в стиле миньонов, это меня взбесит до потери сознания. Все, ребят, с вами я, Blacks Infinity. Если вы здесь впервые подписаны на канал, подписывайтесь на мою официальную группу на странице ВКонтакте, также подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите другие ролики. Все, всем удачи, всем пока, береги себя, пока-пока.